Популярность Джей Зи Джей Зи стал первым рэпером, заработавшим миллиардное состояние, и это в долларах. Среди активов 49-летнего музыканта, алкогольные бренды, компания звукозаписи, недвижимость, несколько десятка стартапов и коллекция картин. Исполнитель очень активный инвестор, который держит капитал в разных отраслях. Сразу после объявления суммы его состояния стало известно, что он вложился в первый раунд производителя печенья для аллергиков. К слову, сейчас рэперу 51 код, что для хип-хопа весьма почтенный возраст. В 2010 году Джей Зи заключил 10-летнюю сделку с гастрольным промоутером Life Nation на 150 миллионов долларов. В этом партнерстве он запустил собственную компанию Rock Nation. Сейчас в нее входит спортивное агентство, представляет баскетболиста Кевина Дюранта и игрока в американский футбол Тодда Герли. И звукозаписывающая компания, которая работает с давней подругой и женой Джей Зи, Бьонсе. Большая часть инвестиций Джей Зи — это алкогольные бренды Armandio Brignac и Duce. По подсчетам Forbes, на них приходится 310 миллионов долларов и 100 миллионов в состоянии исполнителя. Собственную линейку шампанского в золотых бутылках исполнитель запустил в 2006 году и прорекламировал в клипе Show Me What You Got. В одном из треков рэпер даже называет приблизительную стоимость компании — это полмиллиарда долларов. Премиальный коньяк Duce издание оценивает дешевле, несмотря на ежегодный рост продаж в 80%. Ну а на этом не все. Джей Зи — один из первых инвесторов в сервис такси Uber. Первую долю он выкупил еще в 2013 году за 2 миллиона долларов. После рэпер пытался увеличить свои инвестиции еще на 5 миллионов, но основатель сервиса Трэвис Каланик ему отказал. Сейчас доля исполнителя в сервисе оценивается в 70 миллионов долларов. Помимо этого, Джей Зи вложился в Uber для джетов. Стоимость компании, в которую вложились Саудовская Королевская Семья и Селебрити, оценивается в 1,6 миллиарда долларов. Другие успешные примеры вложения исполнителя — это музыкальный стриминговый сервис Tidal, платформа для инвестиций Rise и производитель технологичных сумок Arrive. Последние годы ходят слухи о том, что легенда хип-хопа собирается запустить свой венчурный фонд. В общем, с такими суммами старость исполнителя точно обеспечена. Kanye West В 2020 году Форбс признал рэп-исполнителя Kanye West миллиардером. Издание оценило его состояние в 1,3 миллиарда долларов. Официально журнал назвал рэпера миллиардером после того, как музыкант согласился раскрыть документы своей бизнес-империи и выписки с банковских счетов. Издание пишет, что в 2019 году Уэст публично возмущался по поводу того, что журнал отказывался признать его миллиардером, а непопадание в обновленный список самых богатых людей планеты задело рэпера еще больше, после чего он согласился раскрыть свою финансовую отчетность. Как отмечает издание, музыкант утверждает, что его состояние превышает 3 миллиарда долларов. Однако по оценкам Форбса, состояние Уэста немногим больше отметки в 1 миллиард долларов. Объясняя столь большое расхождение в цифрах, автор материала напомнил о встрече с рэпером, которая произошла еще в том же 2019 году. В рамках беседы музыкант заявил, «Я не дружу с цифрами, просить меня перевести все это в цифры, это как выпытывать у бабушки рецепты ее пирога». Каню Уэст не дружит с цифрами, что ж, с этим мы согласны, говорится в статье. Согласно представленным Уэстом документам, на его счетах в банках лежало 17 миллионов долларов, еще 35 миллионов он вложил в фондовый рынок. Также музыканту принадлежит различная недвижимость стоимостью 81 миллионов долларов и земельные участки, стоимость которых оценивается в 21 миллион. Помимо недвижимости, Каню владеет несколькими автомобилями и танком общей стоимостью 4 миллиона долларов. Домашние питомцы его семейства, а также лошади и скот для ранчо, в штате Вайоминг обошлись рэперу в 300 тысяч долларов. Стоимость его музыкального лейбла, гуд мюзик и авторских прав на принадлежащие ему музыкальные композиции составляет как минимум на 90 миллионов долларов. Что ж, это тоже неплохо. Снуп Дог. В коммерческом портфолио Снупа именные линейки одежды и наушников, женский футбольный клуб и детская футбольная лига, а также обещание спасти от банкротства знаменитый калифорнийский ресторан с жареной курицей под названием Roscoe House of Chicken Ted Fuffles. Рэпер Броудс известен своей активностью в бизнесе, связанном с курением марихуаны. Он не только создал собственную линейку бумаги для самокрута, которую можно было купить в виде его песенника, но и инвестировал в корпоративный сервис Trellis, систему для поэтапного контроля за производством марихуаны. Цифры ветеран хип-хопа не раскрывает, но мы думаем, что у старины Снупа есть деньги, чтобы ни о чем не переживать на старости лет. Доктор Дре Еще одним известным инвестором в сфере высоких технологий является продюсер и друг Снупдога Андрей Янг, он же Доктор Дре. В 2006 году Янг вместе со основателем звукозаписывающего лейбла Interscope Records, Джимми Айу Вайном создал компанию Beats Electronics, производившую наушники премиум класса вместе с Monster Cable Products. Впоследствии из этого сотрудничества вырос всемирно известный бренд аудиотехники, Monster Beats by Dr. Dre. К началу 2010-х годов создание специалистами компании технология Beats Audio стало использоваться в компьютерах от Хевлет Паккард и смартфонов от HTC. В январе 2014 года стартап Андрей Янг запустил собственный стриминговый сервис Beats Music, но тот просуществовал недолго. В том же году компания Apple его купила, создавшая на его базе Apple Music. По последним данным, состояние доктора Дре оценивается в 700 миллионов долларов. В общем, тоже неплохо, учитывая, что исполнителю уже 56 лет. Дрейк В 2019 году Дрейзи вложил деньги в очень интересный бизнес, выращивание марихуаны и все, что с этим связано. Естественно, Дрейк сделал все легально и будет продавать свой урожай только в медицинских и восстановительных целях. Урожанец Торонто назвал новую компанию More Life Growth Company и планирует ставить брендовое имя на все сопутствующие товары, среди которых будут трубки для курения, вейпы, специальная бумага для самокруток и еще много всего. Также Дрейк выпустит целую линейку мерча с названием и символикой компании. Фанаты смогут купить себе оригинальную футболку, обувь, плащи, кофты, головные уборы, перчатки, платья, куртки, джинсы, рубашки и еще кучу разной одежды от More Life. Вы удивитесь, но Дрейзи добавил в линейку даже женское нижнее белье. Пока сложно сказать, насколько удачно будет продвигаться новый бренд Дрейка, но судя по тому, как идут дела у других артистов, занимающихся подобным бизнесом, то несколько дополнительных миллионов долларов в год и рэпер все же получит. Напомню, что так называемый вид бизнес сейчас довольно популярен в США, и ранее свои бренды открывали такие артисты, как Snoop Dogg, Exhibit, Биз Халифа, Постмалоун и другие. Конечно, такой бизнес это хорошо, но нужно помнить, что основной доход Дрейка это стриминг и концерты. На сегодня он один из самых высокооплачиваемых музыкантов во всем мире. Моргенштерн. Теперь давайте перейдем к отечественным музыкантам. Алишера старичком, но никак не назовешь, однако он уже создал много бизнес-проектов. Все вы знаете про ресторан Кайф и про его охрана агентства Кайф Секьюрити. Но на этом не все. Вчера Алишер открыл в Москве свою первую бургерную. Заведение Кайф Бургер расположено на Никольской улице в центре города. На церемонию открытия музыкант приехал в черном костюме, поверх которого была надета черная шуба. Пользователи сети считают, что Моргенштерн повторяет за Тимоти, который в свою очередь владеет целой сетью бургерных по России. Тут можно перейти как раз таки к Юносову. Тимоти. Сегодня хоть он и выпускает треки, нередко попадающие в чарты, однако все равно остается больше предпринимателем, чем хип-хоп-артистом. Если верить российскому изданию Forbes, Тимоти за год заработал 10,5 миллионов долларов. После прекращения сотрудничества с Blackstar, права на каталог остались у Тимоти. В сентябре писали, что он продал американской музыкальной компании The Orkard Enterprises лицензию на каталог своих песен на 2,5 года за 1,5 миллиона долларов. Тимоти отказался комментировать условия сделки, сославшись на договор о неразглашении. Но дела с черной звездой с натяжкой, но можно отнести к музыке. Есть у Тимура и иные источники дохода. Сколько Тимоти получил за участие в проекте «Холостяк» он не сообщает. Но несколько собеседников Forbes, которые знакомы с артистом, оценивают его гонорар на шоу в размере 45-50 миллионов рублей. Но пойдем далее, и на очереди у нас реклама «Самая доходная сфера Тимоти». По оценкам Forbes, за год он заработал около 7 миллионов долларов на рекламных контрактах и интеграциях в YouTube и Instagram. Причем, если Blackstar пропагандировал здоровый образ жизни, и это сказывалось на продукции, которая рекламировалась в том числе и в клипах артистов лейбла, то в новых клипах Тимоти можно увидеть рекламу водки «Беленькая» и «Дикий мед». Тимоти также начал сотрудничать с табачными компаниями. Компания «Мастхэп» выпустила для него персональный табак «Рокет», а знакомство с компанией «Берн» зашло дальше рекламных коллабораций. Тимоти стал соинвестором бренда «Берн», получив 40% в одноименной компании. В первую неделю релиза только предзаказов было свыше 25 тысяч, говорит Тимоти. В 2022 году планируют выводить бренд на мировой рынок. Но и это не все. В результате раздела активов Тимоти и Blackstar рэперу досталась сеть барбершопов, салонов красоты и тату-студий, а также сеть автомойки и детейлинга. Музыкант сохранил доли в сети бургерных и картинг-площадках в Москве и Санкт-Петербурге. Эти активы генерировали около 30% прибыли «Черной звезды». Тимоти развивает серф-лагерь «Фертинсерфкэмп», который находится на Мальдивах. Его партнер в этом проекте – Илья Винокуров, чемпион России по кайтбордингу 2004 года и бывший председатель комитета по кайтбордингу Федерации парусного спорта «Россия». Путешествие на 8-9 дней в такой лагере обойдется примерно в 10 тысяч долларов без учета билетов. Цены на серфинг для новичков составляют почти полторы тысячи долларов. По словам Тимоти, общий доход от каждого выезда с учетом рекламных контрактов составляет 700-800 тысяч долларов. Чистая прибыль может доходить и до 20 миллионов рублей. Кроме того, Тимоти инвестировал миллион долларов в мобильное приложение, в рамках которого стримеры могут рекламировать товары в формате «Магазин на диване». С такой идеей к нему обратился Илья Акирик, глава одного из крупнейших телемагазинов «Шоппинг Лайв». Таким образом, Тимоти завладел долей 25% компании «Телестар Медиа», которая развивает сервис «Стримсейл». В общем, вот такой вот получился список. Кого бы вы добавили в него? Пишите свои варианты в комментарии, ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал. Также не забывайте про подписку на мой личный канал по ссылке в описании. Ну а вы были на канале Убивай БПМ, меня зовут Дмитрий Толченов, всем пока! Субтитры создавал DimaTorzok